Да, новость, которая продолжает вызывать буры положительных эмоций и резонанс в мировом сообществе. Узбекистан выиграл шахматную олимпиаду. Сборная нашей республики произвела настоящий фурор в Индии, став лучшей среди 188 стран мира. Наши ребята уверенно и без поражений шли к победе и набрали в сумме 19 баллов, опередив такие сильнейшие сборные, как Индия, Армения, США. Победу «Истинные патриоты» посвятили 31-й годовщине независимости Узбекистана. Узбекистан победил Чесу-Лампиаду. Какой невероятный результат. Голл-медал в открытой категории идет к Узбекистану. Победу назвали исторической, невероятной и фееричной. И вот решающая партия. На 60-м ходу Джавахир Вахидов одержал победу над Максом Уэрмердомом и принес Узбекистану первую в историю победу на Олимпиаде. Мы долго шли к этому шагу. В 2004 году наш соотечественник стал чемпионом мира по шахматам. В дальнейшем были чемпионы мира среди юношей в своей категории. Тот же Абду Сатаров, который сейчас блеснул на первой доске, он был чемпионом. Также Абду Сатаров стал чемпионом мира по быстрым шахматам. Но это стандарт и это команда. Такого успеха Узбекистан еще не видел. Это великолепно. Без поддержки, конечно, такого бы не было. Выделяются огромные средства для того, чтобы привлечь детей к игре в шахматы. Сейчас функционирует программа шахматы в школах и дети младших классов изучают эту древнюю игру. В социальных сетях после победы нашей мужской сборной на Олимпиаде появляется все больше комментариев о том, что родители теперь своих детей будут отдавать только на шахматы. Но здесь сарказм неуместен, так как шахматы улучшают логическое мышление и повышают интеллект у молодежи. Шах и мат. За такими результатами стоит огромный труд тренерского состава. И, конечно же, в первую очередь, внимание развитию шахмат на государственном уровне. В составе нашей команды, победителей, выступают известные шахматисты. Ну, Абдсаттарова Надурбека, я думаю, все знают, так как он, помните, в прошлом году победил чемпиона мира Магнуса Каусина. И непосредственно от нашего университета выступает студент этого университета Шамсиддин Вахидов. Видел, как он занимался и готовился, и подготовился к этому состязанию на высочайшем уровне. Еще одно из важнейших событий, что в 2026 году Олимпиаду мировую будем принимать тут, в Узбекистане. Все единогласно проголосовали за это решение ФИДЕ. И это тоже большое завоевание нашей республики и большие заслуги лично президента. Чемпионы получили первые свои навыки Международной шахматной академии. По сей день эта локация воспитывает юных и амбициозных шахматистов. Я занимаюсь в этой академии уже три года. За это время я научился многому, научился думать, получается, на несколько ходов вперед. Мне очень понравилось, как сыграл Надурбек Абдусаторов. Он, получается, ни разу не смог сопернику позволить себя победить. Он одержал очень значимую победу над Гукишем. Это индийский игросмейстер, который тоже проводил прекрасный турнир. И благодаря этой победе можно сказать, что Узбекистан смог выиграть эту Олимпиаду. Из-за этого я, конечно же, буду хотеть стать таким же, как мой кумир. Я учусь в шахматной академии уже три года, почти четыре. Здесь созданы все условия, чтобы учиться. Здесь очень хорошие тренера, очень сильные. Они очень хорошо обучают. Ведь за нами стоит президент. Победа мужской сборной по шахматам вызвала массу положительных откликов у наших соотечественников. Наши ребята, наши молодые, талантливые ребята сделали абсолютно невозможное возможным. Превратили сказку в яхт, так сказать. Выиграли золото шахматной Олимпиады. Это высшее, ни с чем не сравнимое достижение для любой страны. Потому что шахматные Олимпиады – это самое престижное в всех наших соревнованиях. И золото Олимпиады – это высшее достижение для любой страны. И нашим ребятам пришлось показать весь свой талант, в решающие моменты все свое личное мужество, чтобы сделать это возможным. И я сердечно их с этим поздравляю. Также каждого из нас в нашей стране любят шахматы, играют в шахматы, поддерживают шахматы. И мне кажется, это для нас, для всех общая победа. Для всех с этой победой. И надеюсь, у нас таких побед будет еще очень-очень много. Поздравляю вас всех. Вы знаете, в шахматах, конечно же, 99,99 – это кто играет сильнее, тот побеждает. Но элемент везения, он сопутствует. Как мы говорим шахматистам, каждый шахматист может совершить какой-то просчет. Или, как мы называем, зевок. Что-то подставить или сделать грубую ошибку. От этого не застрахован никто. От чемпиона мира до любителя. У всех это было. Я не знаю ни одного шахматиста. И, конечно же, пока на доске не было показано, что партия закончена, результат 0-1. И наш шахматист играет с черными выиграл. Мы все были, конечно, в волнении. В 2026 году в Узбекистане пройдет 46-я шахматная олимпиада. Это очень грандиозное событие для нас. Для развития шахмат государство уделяет призовые фонды, отправляет на чемпионаты за рубежом. Я думаю, что это еще первые плоды. Таких олимпиад мы выиграем еще много. Триумфальная победа узбекских гроссмейстеров на 44-й всемирной шахматной олимпиаде в Чинае была в фокусе внимания мирового медиапространства. Ведущие телеканалы интернет-издания информировали о результатах интеллектуальных поединков, решающих матчах и беспрецедентных победах. На официальном сайте всемирно известного немецкого телеканала Deutsche Welle была представлена вот такая информация об успехах сборной Узбекистана. Узбекистан обыграл надежды сборной Армении и Индии 2 на шахматной олимпиаде, проходившей в Индии, и занял призовое место в этих соревнованиях. Победа сборной Узбекистана во главе с 17-летним Надербеком Абдусатаровым на чемпионате мира по быстрым шахматам в начале этого года продемонстрировала, что страна полна молодых талантов. Примечательно, что четверо из пяти гроссмейстеров Узбекистана моложе 21 года. Веб-сайт ches24.com также представил свои публикации о последних событиях в мире шахмат. В статье речь шла о победе Узбекистана. Особо подчеркивался молодой возраст шахматистов. Только недавно Узбекистан был утвержден местом для проведения Олимпийских игр 2026 года и уже завоевал золотую медаль. В последний раз, когда шахматисты поднимались на Олимпийский пьедестал, в 1992 году они завоевали серебро. Никто из нынешних членов сборной команды еще тогда не родился. Другое интернет-издание ches.com в публикации о пресс-конференции обратил внимание на речь лидеров команд Джахангира Вахидова и Надербека Якуббоева, набравших решающее очко. Сегодня я играл не только за победу нашей команды, но и своего народа. Было слишком большое давление. Я пытался сконцентрироваться, потому что в такие моменты может случиться все что угодно. Это большая ответственность и давление, когда все результаты зависят от твоего выступления. На сайте indianexpress.com вышла статья под таким заголовком. Узбекские шахматы не только абдусатаров. Это подарок ко дню независимости. Здесь же были собраны точки зрения и мнения главного тренера Ивана Соколова о членах национальной сборной. Вы не можете выиграть командный турнир только за счет одного игрока. А у нас есть качество на пяти досках. Это признак того, что мы настоящая сила. История и культура игры в шахматы в стране уходят корнями в далекое прошлое. Сказал тренер сборной Узбекистана. В этом же издании представлена информация о зарождении шахмат в Узбекистане. История их развития, достижениях, достигнутых за годы независимости. Научная история подтверждает, что шахматы существовали в стране несколько веков назад. При археологических раскопках в Дальверзин-ТП в Сурхонаринской области в 1972 году найдено семь шахматных фигур Кушанской эпохи. Это первые и вторые века. И в Самаркандском Афросиабе в 1977 году. По сведениям, в Самарканде на юго-западе Узбекистана турниры проводились ежегодно, начиная с 14 века. Статья заканчивается следующими словами тренера сборной Узбекистана. Эта победа стала историческим событием в шахматах Узбекистана. Это наш подарок народу страны ко дню независимости. Я надеюсь, что это побудит тысячи представителей подрастающего поколения заниматься спортом. Они же будут стремиться стать лучшими гроссмейстерами, как Абдусатаров, Якуб Боев, Вахидов и Синдаров.